Легион пролетария, легион компенсина, энфилас компастас, мачемо с афренте, а лём в роль фюзель и коново визор, диспонта батикон энергий подор, аль капитализмом, квестнестропресор. Точно так же гимн Коминтерна, гимн против фашизма воспитанники Ивановского интердома исполнили на днях не перед нашей камерой, а перед ветеранами гражданской войны в Испании. В Москве прошла большая выставка под названием «Помощь Советского Союза Республиканской Испании» 1936-1939 год. Некоторые экспонаты были переданы из Ивановского интердома. Когда мы пели на испанском песню Коминтерна, вот лично я видела, как передо мной сидели ветераны, и они все, наверное, дрожали, их так било в дрожь, то, что они вспоминали эту песню, как они прожили эти годы. И мне казалось, как будто я, вот то, что они чувствуют, то и чувствую я. Мне как-то было сейчас не по себе. В годы гражданской войны Советский Союз принял достаточно большое количество испанских детей. Ребята в основном отправляли в южные регионы, чтобы разница в климате не сказалась на здоровье. Несмотря на это, с 1936 года испанцы начали пребывать и в Иваново. Когда уже основную часть детей возвращали в Испанию, то в 50-е годы очень большое количество испанцев оказалось у нас в интердоме. Это те испанские дети, родители которых остались в Советском Союзе. И таким образом разные были судьбы, и по-разному складывались они. И вот тоже часть детей, которая оставалась в Советском Союзе, практически все оказались уже в интердоме. Высшей формой солидарности с народом Испании стали интернациональные бригады. Они были образованы из добровольцев 54 стран мира. В тылу свои интербригады формировали дети, чьи родители ушли на фронт. Согласно документам и статьям в газете «Рабочий край» того времени, можно сделать вывод, что ивановцы переживали беды испанского народа, как свое личное горе. 35 тысяч жителей города Иваново собираются на стадионе «Динамо», теперешнем текстильщике. И там с речью к ивановским рабочим обращается мальчишка, испанец, по имени Виво. И он благодарит ивановских жителей за поддержку народу Испании. Но ивановцы, жители, которые до этого перечисляют деньги, собирают продукты в помощь испанским матерям и детям, они впервые слышат испанскую речь. И они настолько загораются желанием продолжать эту борьбу. В интердоме воспитывались более 200 детей из Испании. В их числе Амайи Барури, дочь Долоресы Барури, видного испанского деятеля, автора, известного на весь мир лозунга «Но пасаран». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.